Дорогие наши зрители! В эфире выпуск новостей программы ТВ-Инфо. 4 февраля в издательском доме «Комсомольская правда» прошла пресс-конференция, на которой представители партии «Дело» высказали свою позицию в отношении постановления правительства РФ номер 33 о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошли на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств, участников соглашения о таможенном союзе. Прогнозируя негативные последствия реализации этого постановления для российского сельского хозяйства, Всероссийская политическая партия «Партия Дела» приняла решение обратиться к председателю правительства Российской Федерации, Мишу Стину с открытым письмом. Все подробности пресс-конференции смотрим в нашем видео. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Спасибо за выступление. Мне тут коллеги рассказывают, что уже 31 журналист находится в зуме. Я предлагаю перейти к вопросам, но просьба к нашим коллегам-журналистам представляться. Похоже, с ним серьезно. Может быть, отсюда? Да, пожалуйста. Без микрофона можно? Да, пожалуйста. Газета «Народная инициатива». Газета «Народная инициатива» Галина Савиньевич. Поясните, пожалуйста, такой вопрос. Насколько я помню, в 2019 году президент страны поставил вопрос об увеличении экспорта зерна за рубеж. И тогда встал вопрос об увеличении пропускной способности портов и терминалов. Если сейчас будет резко сокращен экспорт, значит, эти вложения в порты, в терминалы окажутся совершенно напрасными. Соответственно, там пойдут тоже убытки. Не могли бы вы эту ситуацию пояснить? И еще один вопрос. Если Россия сокращает экспорт, то какая страна, экспортер зерна, окажется в прибыли? Наш основной конкурент России. Какая страна будет хлопать в ладоши и радоваться тому, что у нас экспорт сокращается? И еще один маленький вопрос в догонку, потому что вряд ли я еще раз получу микрофон. Сейчас, когда будет сокращен экспорт зерна, соответственно, на внутреннем рынке его количество увеличится. Но, насколько я помню, стоит вопрос о храняющих зерна. Если в этом году в стране останется вдвое больше зерна, чем предположим было, то опять встанет вопрос о хранении. И не получится ли так, что мы оставляем зерно в России, а оно у нас, его просто негде хранить физически. Вот как в этой ситуации? Три вопроса. Азрия Андреевич. Ну давайте. Значит, первый вопрос был по терминалам, экспорту зерна и вообще глобальной задачей по увеличению аграрного экспорта. Очень хороший вопрос. Напомню, да, что в майских указах было написано о том, что мы должны более чем в два раза увеличить аграрный экспорт до 45 миллиардов долларов. В 2024 году, к сожалению, этот ориентир был перенесен в прошлом году, но в 2030 году, тем не менее, такая задача есть. И при этом очевидно, что основная роль там зерна, собственно, зерно это наша основная экспортная позиция. И как вот эта цель увязывается с желанием придушить, закрыть, ограничить экспорт и вообще придушить растеневодство, зачем последовательно сокращение экспорта, мне лично непонятно. Вопрос не ко мне, я не чиновник, задайте его чиновникам. Что есть противоречие, я полностью согласен. По терминалам тоже очень хороший вопрос. Что такое терминал? Терминал — это инфраструктура. Что такое инвестиция в инфраструктуру? Это то, что должно работать долго-долго-долго, десятилетия, окупаться при понятных, предсказуемых правилах игры. И когда их нет, естественно, что будет? Ну, те терминалы, которые есть, они куда-нибудь денутся, хотя их, в принципе, можно перепрофилировать, это не очень дорого. И вот мы просто консультируем людей, они все не понимают. Многие из них, некоторые уже строят, некоторые планировали строить терминалы. И, глядя на эти все новости и заявления, они говорят, ну, блин, мы подождем год-другой. Потому что мы не понимаем, как мы будем строить терминалы, если мы не понимаем, что будет с экспортом. И складываться они в это не будут. Так что ситуация с инвестициями, с экспортом, с терминалами, она действительно достаточно тяжелая. И инвестиции, соответственно, туда они не пойдут, либо пойдут по минимуму достраивать, кто уже начал строить. Вопрос по хранению еще был. Ну, по хранению там, на самом деле, большой сложности с хранением нет. Уже у нас за последние десятилетия настроили довольно много хранящих в хозяйствах. Большой проблемы нет. То есть, что оно будет там лежать, гнить, нет такого не будет. Оно будет продаваться. Давайте, ну, кто будет его гнать? Оно будет продаваться по намного более низкой цене, чем оно должно было бы продаваться, не будь этих ограничений. Тут надо понимать, что нет черного или белого. Либо у нас есть урожай, либо у нас много урожая. Нет. Просто мы будем расти намного-намного медленнее, если будем расти, чем могли бы расти, не будь этих ограничений. И с нашими водными ресурсами, с нашими земельными ресурсами, с теми же разговорами властей о том, что давайте войти больше земли в оборот, это выглядит очень странно. Это плохо. Это наше действительно большое конкурентное преимущество в мире. И мы им просто не пользуемся. Мы не будем им пользоваться. Вот что мы говорим. Мы говорим людям, не вкладывайте землю. Мы говорим людям, не вкладывайте терминалы. Мы говорим людям, не покупайте новую технику. Вот что делается благодаря этому решению. Так делать не нужно. И последний вопрос. Кто от этого больше всего выиграет? Тоже хороший вопрос. У нас есть несколько конкурентов. Конкурент номер один, это Франция на глобальном рынке. Конкурент номер два, Украина на глобальном рынке. Ну и потом, наверное, все остальные. Вообще, в целом, выиграют все сельхозпроизводители в мире за вычетом российских. Прямейшие конкуренты. В том числе, на Украине, которая тоже обсуждала, там есть советское наследие, что у нас будет ценным на хлеб, кошмар, хоровом. Но они подумали, у них есть некий ориентир, а никаких жестких ограничений там нет. И это очень хорошо для украинских сельхозпроизводителей. Они выиграют от этого. Французские фермеры тоже выиграют от этого. Конкретно, кто в этом сезоне выиграет больше всех, это, скорее всего, американские фермеры. Там относительно высокие запасы пшеницы. И они их продадут по этой высокой цене. То есть, благодаря этим решениям, во многом, не только, это не единственная причина, но одна из них, мировые цены очень сильно выросли. Почему они росли в последние месяцы? Потому что, в том числе, Россия говорила о том, будем ограничивать детство. Мировые цены растут, а выгодоприобретатели от этого, по грустной иронии судьбы, не российские фермы, а его конкуренты по всему миру. И конкретно в этом сезоне американские сельхозпроизводители, американские фермы. Мой подогонку еще маленький вопрос. Если мы уходим с этого рынка, то как мы потом в него опять войдем? Это же будет сложно. Ну, опять же, в силу того, что я не люблю драматир, нет, вернуться можно, надо будет дать приличный дисконт, как это было после 2010 года в начале, надо будет продавать еще дешевле некоторое время, но мы вернемся. То есть, это как бы отыгрывается назад с определенными потерями, но отыгрывается. Я хотел добавить, что хотя зерно и продукция сельского хозяйства, как правило, биржевой товар, если один ушел с рынка, то купим у другого. Но на самом деле это не всегда так, не всегда работает. На самом деле это рынок по многому политизированный, завязанный на двусторонние отношения, на большую политику. И вот как пример приведу такую ситуацию, что вот Китай, который является крупнейшим импортером зерна, 170 миллионов тонн зерна импортирует ежегодно. То есть, сколько Россия не вырастет, все может купить Китай. Вот это весь наш урожай, и даже больше. Вот, и это зерно он покупал до определенного момента в основном в Северной Америке. Потом, с приходом Трампа, 4 года назад у них начались политические торговые разногласия, и Китай прикрыл свой рынок для североамериканского зерна. Урожай, и вообще ситуация на рынке сельского хозяйства в Северной Америке резко пошла вниз. Вот мы как сельхозмашиностроители видим, что в три раза снизился рынок комбайнов в Северной Америке. Вот уже четыре с половиной года назад, и до сих пор не вернулся в прежнее состояние. Вместо него вырос рынок Бразилии, и Бразилия сегодня покупает 11 тысяч комбайнов в год. Это практически в два раза больше, чем Россия. То есть, Бразилия инвестирует в сельское хозяйство, Бразилия стала крупнейшим поставщиком зерна в Китай, Бразилия получила аграрное и индустриальное развитие, подтянула уровень жизни своих жителей. Сейчас, когда Россия начала уходить, ограничила свое присутствие на рынке, Китай, наверное, опять начнет закупать зерно в Северной Америке. И будут хлопать в ладоши на решение нашего правительства, наверное, действительно, североамериканские фермеры, бразильские будут довольны. Действительно, все фермеры в мире, кроме наших. Ну, а вообще-то, Китай, наш, вроде как, считается политический и вообще стратегический союзник, и мы должны бороться за рынок этого Китая. Мы должны еще в два раза нарастить производство зерна и закрыть вот эти вот потребности Китая в продовольствии. Но нет, нам это неинтересно, мы не хотим развивать свое сельское хозяйство, мы не хотим укреплять союзский байон. Это стратное решение, которое ведет не только к падению уровня жизни наших христиан, но и к политическому ослаблению нашей страны, нашего влияния. Спасибо, Константин Анатольевич. У нас вопрос от генералов, информационное агентство «Регнум». Вопрос Константина Анатольевича. Каким вам видится будущее российского сельскохозяйственного экспорта, а также экспорта российской сельхозтехники в 2021 году в контексте оживления мировой экономики после пандемии? Ну, пока у нас, ну, на рынок сельхоз, машиностроение, начну с него, влияет, ну, конечно, ситуация в сельском хозяйстве, ну, и вообще в экономике нашей страны. И мы рассматривали, ну, видели, что есть как позитивные моменты, так и негативные. Позитивные моменты – это продолжающаяся поддержка сельского хозяйства, развитие сельского хозяйства. Это дает, ну, позитивные, как бы, ожидания. Есть и негативные, которые связаны с повышением цен на металл. На 30, по некоторым позициям, на 70% выросли цены на металл, чему правительство, кстати, никак не противодействует и никак не регулирует цены на это сырье. Ну, ну, да, и с принятием решения о ограничении экспорта продовольствия, зерна и других продуктов, наверное, можно ожидать, что в этом году мы продадим на 15, может быть, на 20% машин меньше, чем в предыдущем. Вот. Ну, как будет себя чувствовать сельское хозяйство? Ну, наверное, остановит свое развитие, наверное, будет чуть похуже, чем в прошлом году. И все будет зависеть от объявления правительства о своих действиях на второй полугодии наступившего года. Вот. Будут ли пошлины подлинные? Если да, то в каком виде? На все это будут смотреть крестьяне, на все это будут смотреть инвесторы, импортеры, экспортеры. Вот. То есть сейчас мы попали в период неопределенности и ожидания решения правительства. Спасибо, Александр Анатольевич. Так, у нас следующий вопрос. Андрей Андреевич Сизову, информационное агентство «Блумберг». Минэкономразвитие решетников сегодня сказал, что новая плавающая экспортная пошлина начнет действовать с 1 апреля. Это можно назвать ужесточением экспортного режима или, наоборот, облегчением? Ну, спасибо, Анатолий, за вопрос. Зависит от размеров этой пошлины. Если мы говорим о 70% свыше 200 долларов с 1 апреля, то это, ну, можно посчитать. Если цена будет 300 долларов, ФОБ к этому времени, я лично думаю, может быть повыше, благодаря в том числе и ограничениям российским. Если 300 долларов ФОБ, это 70 долларов пошлина. Сейчас же пошлина у нас должна быть та, которая вступит с 1 марта в силу, она 50 евро или 60 долларов. То есть, да, при этом сценарии, если 300 долларов, будет вместо 60 долларов, 70 долларов, это ужесточение. Зависит от того, где у нас будут мировые цены в это время. Я думаю, мировые цены, они еще могут подрасти. Сейчас мы видим небольшую коррекцию мировых цен на рынке пшеницы. Я думаю, они еще могут подрасти в ближайшие месяцы. И если это так, если цена будет 30 долларов и выше, то это 70 процентов. От превышения 200 долларов, то это однозначно серьезное ужесточение. Но опять же повторю, текущий сезон у нас волнует меньше. Тут, в общем, понятно, что забрали очень много денег. Волнует больше следующий сезон и все последующие сезоны. Если эта поршня становится постоянной, это огромная проблема для нашего растеневодства, огромная проблема для наших следствий. Андрей Андреевич, еще вам вопрос. Как вы оцениваете возможное введение экспортной поршни на растительное масло для масложировой отрасли? Какая ставка может быть введена? Опять, вопросы к чиновникам. Напомню, что во второй половине декабря было объявлено о том, что, помимо всего прочего, мы можем ввести экспортную поршню на масло. Напомню, что Россия один из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, в которой страна, к примеру, 50% от своего производства. Было сказано, что может быть введена экспортная поршня на масло в зависимости от динамики розничных цен. Розничные цены в декабре снижались, а второй половины декабря в январе они медленно растут. Тем не менее, решения по поршню нет, и слава богу, на мой взгляд. Потому что это огромный будет удар по российской масложировой отрасли, которая в последние десятилетия весьма активно росла. И это будет через нее огромный дополнительный удар по сельхозпроизводителям. Потому что цена на подсолнечника, масличные, на мутерном рынке, она не определяется экспортной ценой на масличные, соответственно, экспортным поршнями, которые были введены. Она определяется в первую очередь ценой на масло на мировом рынке. Потому что основной покупатель для колхозника, это не экспортер, это маслозавод. Если у маслозавода цена выпадет за экспортной поршней, сельхозпроизводитель может очень и очень сильно пострадать в дополнение ко всем тем проблемам, которые он уже имеет. Я очень надеюсь, что этого сделано не будет. Ксения, пожалуйста. У меня в том высокий вопрос. Было уже сказано о том, что власти переменяют политику сдерживания саморозки в цель, но она не является особенно эффективной. Вы не считаете ли вы, в принципе, необходимым переставить саму экономическую модель? Может быть, вам аналогии с китайской двухэтажной моделью, где есть госэкономика и частная экономика? А также, заодно, хотелось бы задать вопрос Андрею Сизову по поводу потери имиджа России от экспортеров в случае этих решений. Как это тратится на экономике сельского хозяйства? Спасибо, пожалуйста. В отношении собственности основной в сельском хозяйстве, в экономике, я думаю, что многоукладная собственность, многоукладная экономика – это то, что должно быть в России, должна быть и государственная собственность, на средствах производства должна быть и частная. Тут, мне кажется, не надо изобретать чего-то нового. Просто надо поменять идеологию нашего правительства, нашей экономической политики. Сегодня у нас нет четкой экономической идеологии. Мы то стремимся построить самодостаточную, сильную экономику, то стремимся влиться в мировые производственные цепочки хотя бы на вторых ролях, то ограничиваем экспорт своей высокотехнологичной продукции, то стараемся поддержать, то вообще, если посмотреть на решение последнего времени, то мы видим, что правительство больше стимулирует экспорт непереработанного сырья, строит все новые газопроводы, нефтепроводы, инвестирует в это огромные средства, огромные политические усилия делают в этом направлении. Никак не ограничивает экспорт металла, никак не ограничивает цены на электричество, никак не ограничивает цены на топливо на внутреннем рынке и ограничивает цены на сельхозтехнику, на продукцию сельского хозяйства. Снижает поддержку машиностроения, никак не исправляет денежно-кредитную политику, которая делает сегодня кредиты малодоступными для наших и производителей, и для наших, для российских потребителей. Пока у нас в целом экономическая политика шатается, но в целом она в последние месяцы опять пошел дрейф в сторону стимулирования сырьевого развития, в сторону посаживания страны на сырьевую иглу. Я думаю, что это не продуктивная политика, не продуктивная стратегия, и действительно в этом смысле нам надо обратиться к опыту Китая, да собственно к опыту всех стран, которые прошли период модернизации, период индустриализации. Это значит низкие налоги, это значит доступные дешевые кредиты, мягкая денежно-кредитная политика, и это значит протекционизм в смысле поддержки своих производителей на внутреннем рынке, в смысле борьбы за внешние рынки. И вот протекционизм подразумевает не ограничение экспорта, а наоборот стимулирование продаж продукции своей страны как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках. И в этом смысле вот то решение, которое мы обсуждаем, оно контрпродуктивное. Поэтому действительно надо менять всю экономическую идеологию, время для этого пришло. Кратко по поводу потери имиджа России как поставщика. Ну да, Россия-то выглядит не очень хорошо, это большие проблемы и для экспортеров, которые могут попасть на серьезные потери, и для наших импортеров. Обычно это страны Ближнего Средневостока, страны Северной Африки, некоторые страны Юго-Восточной Азии. Не будут драматизировать и говорить, что вот никто с нами не будет имидел. Нет, с нами будут имиделы. Тут такая ситуация, что имидж ничто, а аппетит кушеницы и к зерну, и все. Но это появляются дополнительные риски, которые могут закладываться в цену, когда Россия может торговаться ниже российское зерно, в силу того, что это более рисковый поставщик, российское зерно некоторое время может торговаться дешевле, чем зерно из других регионов. Потому что покупатели будут закладывать этот риск, что может произойти какие-то перебои поставками, они будут закладывать этот риск в цену. Но еще расскажу, что трагического пока ничего не происходит, при желании Россия на эти рынки, естественно, может вернуться. А более интересный вопрос, почему Россия, когда являет членом ВТО, вводит такие ограничения. И можем ли мы увидеть иски от других стран, покупателей российского зерна к России, почему она ввела эти ограничения. Потому что, в принципе, такие ограничения возможны, но они возможны, когда у нас, например, жуткий неурожай, прилетела саранча, все съела. Или, не дай бог, военные действия. Или потоп, или жуткая сушь, у нас ничего нет. Я же, как сказал, это явно не сценария этого года. В этом году мы убрали почти рекордный урожай. И вполне возможно, кто-то из крупных покупателей может обратиться в ВТО. Стоит понимать, что никто от ни какой-то полицейский, который будет за 70 лет, нет, происходит не так. Вам кто-то должен обратиться в ВТО и предъявить иск к России. Вполне возможно, это произойдет. И тогда, хотя, может, чиновники расскажут, почему они приняли это решение российские. Потому что пока это до сих пор непонятно. Еще раз повторю, рекордный почти урожай, исторически низкая инфляция. Почему надо так жестко бороться с ценами? Причем понимает, скорее всего, что это не поборешь. Лично я до сих пор не очень понимаю. Спасибо. Андрей Андреевич, спасибо. Поймался на мысли, что Андрей Андреевич озвучил, наверное, единственную позитивную причину нашего вступления ВТО нашей страной. Хотел добавить Артургенда Чепельников. Только что пришло сообщение, что Максим Геннадьевич решедников озвучил следующую у нас сфему, что с 1 апреля бессрочно ценовой демпфер. Цель – предотвратить перенос колебаний высоких мировых цен на наш внутренний рынок. То есть не воспользоваться высокими мировыми ценами, чтобы заработать как можно больше, а тщательно не воспользоваться. Отказаться пользоваться конкурентным преимуществом российским. Не расширять площадь, не увеличивать урожайность, не улучшать технологию. Я что-то недопонимаю во всех этих решениях, если честно. Дальше говорится, что мы тут придумаем схему о том, что часть денег, которую мы заберем, мы обратно отдадим. Господа, вы просто не забирайте, нам всем проще будет. И затрат на администрирование будет в разы меньше, и возможностей для различных злоупотреблений будет в разы меньше. Оставьте их в производстве. Поверьте мне, что те, кто занимается производством, и не хуже вас, знают, как ими распорядиться. Спасибо. Спасибо. У нас вопрос от газеты «Крестьянин» Инга Сесовева. Константин Анатольевич, вам вопрос. Как вы оцениваете еще одну меру госрегулирования, такое, как повышение утильсбора на сельхозтехнику? Это законопроект Минпромторга. Как это отразится на цене сельхозтехники и рентабельности сельхозпредприятий? Утильсбор, как он работает? Его платят все, и российские машиностроители, и импортеры машин, но российским производителям, как правило, этот утильсбор возвращается в виде других субсидий. Таким образом, техника, производимая в России, она не подвергается влиянию этого утильсбора, российская техника утилизируется по другим механизмам. То есть техника, изготовленная в России, она не дорожает, техника импортируемая, но на нее, она, да, облагается дополнительным сбором, который потом расходуется правительством на различные цели, в том числе утилизацию. Поэтому российская техника сегодня занимает 58% на российском рынке. На эту часть рынка повышение грядущее, обсуждаемое правительством, никак не повлияет. Остающиеся 42%, но импортная техника подорожает. Но российские машиностроители или компании, или инвесторы, желающие производить машины в России, они получат дополнительные стимулы инвестировать в предприятия в России, в создание производств. И, соответственно, машиностроение может получить дополнительные стимулы к развитию, дополнительные инвестиции. Поэтому я думаю, что это решение, которое готовит правительство, оно в целом нормально, оно стимулирует, ну, ведет к правильному, создает правильные стимулы, улучшает условия. И это один из факторов, который усиляет, ну что ли, надежду и оптимизм. Еще вопросы? Ну, у нас дублируется там вопрос, как раз по утиле сбора, поэтому мы уже ответим. Ну, мы уже работаем тогда больше часа. Если вопросов больше нет, коллеги, если есть желание высказаться. Ну, у меня короткое хотел добавить, потому что, как Антон сказал по поводу заявления, что пошла все-таки, вероятно, будет с 1 апреля, что она будет бессрочной. Мне кажется, вот это важно мне подчеркнуть. Во-первых, забавно уже сказали, что уже не все средства получены от пошлины, а часть средств будет возвращена в сельское хозяйство. Только до этого говорили, вроде, все средства, это такое небольшое, не основное. На самом деле, не основное, а основное то, что, мне кажется, это важно понимать. Я не знаю, почему правительство никак не хочет это понимать или делать вид, что не понимает. Потому что, когда мы вводим пошлины, мы искусственно понижаем цены от мирового уровня. И мы понижаем их не только на то зерно, я уже это говорил, еще раз повторяю, не только на то зерно, которое идет на экспорт, не от отдельных рынков, мы понижаем это на все зерно в России. А деньги, которые будут собираться, и часть, как нам сказали, может быть возвращена в сельское хозяйство, это лишь небольшая часть от общей потерь сельского хозяйства. Конкретный пример, мы как раз посчитали, я скажу, что вот эти 211 миллиардов, которые мы посчитали потерь сельского хозяйства в этом сезоне, 20% это как раз пойдет в бюджет в виде пошли, считаем 40 миллиардов примерно, 80% это трансфер в пользу внутренних потребителей. Это их экономия, животноводов, мельников и так далее. Соответственно, даже если все эти деньги будут возвращены назад, это лишь одна пятая, еще раз говорю, 20% от всех потерь сельского, от всех потерь фермера. То есть вернется ему к лучшему случаю лишь одна пятая от его потерь. Потому что, понимаете, нельзя забрать деньги, потом отдать часть, и вот таким волшебным образом, чтобы никто не потерял, вроде как бороться с ценами. Так не бывает. Везде есть большие издержки. Даже, еще раз, если деньги будут возвращены, это лишь небольшая доля от всех потерь сельского хозяйства. Намного проще упереть его эту пошлю. Спасибо. Я хотел бы еще такой нюанс добавить, что я 20 лет занимаюсь сельхозмашиностроением, и ни разу, ни разу в Минэкономразвитии не было совещания какого-то, нас не вызывали, не приглашали, не спрашивали, что же нужно сделать для развития вашей отрасли. И это решение, которое нам, и через прессу узнаем, решение о Минэкономразвитии, о изменении, о важнейших решениях в области сельского хозяйства, всей экономики страны, принято вообще без какого-либо обсуждения, без консультации с представителями сельского хозяйства, смешанных отраслей. Кто такой решетник, на основании чего он действует, кто ему советует, вообще непонятно. Человек, который в космосе живет, принимает какие-то важнейшие решения, которые нам предстоит исполнять, и которые нас ввергают в всю страну, ввергают на самом деле в серьезные потрясения, в огромные потери. Вообще это странная ситуация, когда люди, которые должны отвечать за экономическое развитие, живут в космосе и никак с экономикой, даже не то, что не связаны, не желают связываться, не желают общаться, не желают слушать какие-то необожители такие. Это ситуация ненормальная, и не надо заканчивать. У нас сегодня вопрос. Константин Анатольевич, еще вам вопрос, опять же, по телесбору от журнала «Новое сельское хозяйство». Известно ли вам, на что были потрачены средства, которые поступили от сбора в предыдущие годы? Марина Политова, «Новое сельское хозяйство». Ну, поддержка сельхозмашиностроения, она за последние годы была увеличена, сейчас 10% стоимости техники, изготовленной в России, она возвращается к предприятиям и транслируется в скидки для крестьян. Это привело к развитию нашей отрасли, потому что она получает инвестиции, не только развивается на внутреннем рынке, но и идет на внешнем рынке. Но средства от утих сбора были потрачены не только на это, на какие-то другие цели, но не все. Знаю, вернее, не знаю, как все были деньги потрачены, это как бы Минпромторг решает. Но в целом, я думаю, что эта мера под названием «Утих сбора» действует позитивно, она создает правильный протекционизм, она дает дополнительные деньги правительству. А уж как это правительство этими деньгами распоряжается, иногда удачно, иногда неудачно, ну, как бы, тут я отвечать не могу, но в целом, я думаю, что это мера скорее со знаком путь. Илья Борисович. Я хочу вернуться к работе общественных организаций аэропромышленного комплекса, хочу привести два примера. Оба из них положительные такие, хорошие, качественные примеры спокойного взаимодействия. Возьмите, вот 95-й год, война в Чечне, Клинтон не хотел ехать на празднование Победы. Вы это все прекрасно помните. И вдруг какой-то неизвестный, сейчас известный ветеринар обнаружил ножка души в куриных окорочках, которые уже ехали через океан, какую-то сальмонеллу или что-то еще, и в общем сказали, что не надо советским людям, российским людям, не нужно это ножки души, мы их остановим. И тогда вот аграрное лобби сообщило Клинту, что вообще-то мы в тебя вкладываем небольшие деньги для того, чтобы ты стал президентом. Я напомню, что 40% производства штата Канзас, откуда он был губернатором, нашло в России. 40% ножек души вот этих самых. Так вот, тогда именно было принято решение, что он поедет все-таки. Он поедет, и он прекрасно сидел на трибуне вместе с Ельцином, и ничего не случилось. Второй момент, это начало 2000-х годов, самое начало, 2005-й приблизительно год, когда нужно было все-таки поставить конец приезду этих ножек буша. Вот уже закормили, вот уже надо было возрождать свое птицеводство. Тогда было принято очень спокойное решение, после совещания с птицеводами и с производителями комбикормов. Было принято решение, что надо правительству принять постановление, по которому преимущественное право продажи на территории Российской Федерации имеет право только охлажденное, охлажденное тушки мяса. Охлажденное. Охлажденное, это значит, произведенное позавчера, в крайнем случае, неделю назад. Охлажденное невозможно перевезти через океан. Охлажденное невозможно перевезти из Европы. Значит, только наш, это дало мощный стимул, мощнейший стимул нашему птицеводству, что мы сейчас как раз и имеем. Поэтому я еще раз повторяю, карфаген должен быть разрушен. И без консультаций с общественными организациями агропромышленного комплекса, агропродовольственного комплекса, без мощнейшего обсуждения, ни одно правительственное решение, касающееся непосредственно жизни крестьян, непосредственно жизни агропромышленного комплекса, включая машиностроение, все что угодно, не должно приниматься, только после обсуждения. Богатый крестьянин, если кому-то кажется, что он слишком богатый, то это ерунда. Богатый крестьянин платит за все. Он платит за краску, он платит за железо, он платит за металл, он оплачивает работу горно-рудных предприятий, он оплачивает работу аэрокосмической промышленности, потому что получает прогнозы погоды. Он платит за все. Богатый крестьянин – это двигатель экономики, нельзя его ограничивать в заработке. Как только начинаешь ограничивать, плачет, рыдает, страдает вся экономика, в результате все наши карманы становятся более пустыми, чем сейчас. Игорь Борисович, большое спасибо. Ну вот, на мой взгляд, Игорь Борисович очень правильно поднял тему, что намного говорят о мягкой силе, но хочется заметить, что основой силы любой степени твердости является сильная экономика в первую очередь. Мы благодарим наших друзей из «Комсомольской правды» за возможность проведения этой пресс-конференции. Я бы попросил Константин Анатольевич ее завершить. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание, уважаемые друзья. Мы действительно создали, может быть, сегодня такое проблемное настроение, что-либо мрачноватое настроение. Но я хотел бы завершить нашу пресс-конференцию на позитивной ноте, обратить внимание на то, что у нашей страны огромный потенциал. Мы видим, что наши крестьяне умеют работать, они хотят работать, они хотят распахать еще 30 миллионов гектаров, они хотят кормить мир, они умеют кормить мир, они готовы инвестировать, просто им нужно создать нормальные условия. И правительство может создать эти нормальные условия. Просто нам надо вот этого всего добиться. И мы пойдем по светлой дороге, в светлое будущее, и у нас будет довольная деревня, прекрасные города будут у нас. Все это возможно, потенциал у нас хороший. Давайте его реализовывать все вместе.